Огромное количество наших людей ищет теперь прозорлицев, старцев, целителей, чудотворцев. И тем самым, кстати, показывает, к чему направлено всё их устремление. Не исканию пути спасения, а исканию чудес. Это уже само по себе печальнейшее явление. Святые отцы, ой, с какой силой предупреждают об этом! Очень большое! Не искать чудес! Показывают в качестве примера самого Христа. И говорят, посмотрите, насколько без эффекта, всячески убегая от людей, всячески предупреждая, чтобы никому не рассказывали, и так далее, творил он чудеса. Это действительно факт, который чрезвычайно важен. Но большинство людей ничего другого не ищут, как только чудес. Вот в отношении поиска этих людей нужно сказать, что узнать о том, каков этот человек, не так бывает просто. По крайней мере, не всегда это просто бывает. Но предупреждение строжайшее и безусловное гласит, ни в коем случае не доверяться молве, народным слухам. Ведь народная мудрость давно же говорит, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А святые предупреждают как? Прежде чем довериться кому-то, и Андресичек преподобный даже пишет, прежде чем верить себя кому-то, а тут вверяешь себя, когда идёшь, да, прежде искуси, узнай человека, испытай его даже, говорят они, прежде чем, чтобы тебе не оказаться на таком плачевном уровне, что ты потом, в общем, разобьёшь ладью своей жизни об острые подводные камни. Предупреждают, просто один за другим причём предупреждают, ни в коем случае не вверяться, ни в коем случае не доверять по наслышке. А вот как узнать, чтобы узнать, надо действительно, как у нас в народе говорят, путь соли съесть. А до тех пор, пока не узнал, они дают мудрый совет. Пока не знаешь. Говорят так, говорят святой, говорят то-то, другое. Они говорят – не хули и не принимай. Это замечательный совет. И не принимай. Это предупреждение особенно насущно сегодня, когда уже идут прямо уже к святому старцу. Вы понимаете, беда какая? Не узнав ничего, уже к святому идут. И уже спрашивают ни о чём-либо, вовсе спрашивают не о том, как спастись. Да ну что вы! Вот пример последний, да. К одному, да, пришли старцы. Батюшка, что делать? Да у меня муж. Ну, и наверится. Или пусть становится православным, или разводись. Вот видишь, какая смелость! Какая смелость! Такие советы! Ну, не хочу ещё других примеров приводить, потому что слишком можно будет тогда много сказать. Хочу сказать о другом, что уже по смелости советов, которые подчас они дают, причём советов таких, которые буквально разрушают жизнь человека, буквально жизнь разрушают, да, можно уже судить о том, кто этот человек. Но, конечно, это не всегда. Я вот как-то встретил одну женщину, она ко мне подошла почему-то и говорит, я была замминистра в одной из бывших республик Советского Союза. Ну вот мой духовный отец, она назвала, я не буду называть, сказал, что я всё бросала с семьёй, несколько дочерей, муж приезжала сюда, в посад, и жила здесь. Потом, помню, она спрашивала, мы ищем, говорит, у меня было несколько машин, великолепный коттедж, ну, сам министр хорошо жила. Здесь она искала, где бы найти бэушного кирпича, чтобы построить себе Халугу. В отчаянное положение. Я говорю, ну и вы всё-таки, что же вы-то духовно теперь, как? Ну, я говорю, так только ещё хуже стало. То у меня хоть не было раздражения, а теперь я вообще не знаю, что делать. Таких случаев, я вам скажу, очень много. Сколько разводят людей, состоящих в браке, разводят только по той причине, что дают им совершенно дикие советы. Ну, вот мне часто приходится приводить пример в отношении одного, который девочка утонула, мать в отчаянии, побежала к нему, он сказал, это где-то в другой, не в московской губернии, езжай туда, в таком-то районе Москвы, твоя девочка находится, в районе Москвы. Да. Ну, и она собралась, но вдруг к ней прибегают, и говорят, нашли, утонула в пруду. Ну, представьте себе, смелый сталец, прям езжай, человек едет. Это какое-то, видимо, безумие их охватывает. Таких примеров, такие примеры, вот надо было бы писать не о чудесах, которые делают старцы, или, по крайней мере, не только об этом, а о том, что они ещё, вот когда дают вот такие вещи, сколько они губят, буквально, людей, души человеческие, что они творят. Тогда была бы полная картина. Нет, этого не делается. Только одно, одно только положительное. Да, и бывает, конечно, большая-большая беда. Поэтому святые отцы ой, как много об этом пишут. Кассиан Римлянин пишет – как много потерпел я от неопытных наставников. Пимен Великий говорит немедленно разлучаться со старцем, продолжение жизни с которым оказывается душевредным. Понимаете, разлучаться даже. Я к чему это говорю? Потому что у многих такое впечатление, ну, не впечатление, а эти старцы, лже-старцы, их настраивают. Нельзя расходиться, нельзя уходить от старца. Ещё вот. Сбежи, друг, от меня. Нельзя. Пимен Великий говорит немедленно разлучаться. Да. Вот. И об этом пишут, как очень много пишут. Игнатий Вринчанинов – святитель, святитель Феофан – затворник. Как они об этом, да, как хорошо, сильно пишут, предупреждают и говорят. И говорят, что в наше время, это XIX век, уже едва ли можно найти, а Игнатий Вринчанин говорит, даже уже совсем нет богодохновенных наставников. Даже богодохновенных, то есть, которые достигли уже действительно без страсти, без страсти достигли, и, соответственно, видений души. Поэтому, они говорят, надо искать не старцев, в этом смысле, не прозорливцев и чудотворцев, а искать разумных, верующих, начитанных в святых отцах и искреннего христианина, с которым, может быть, удастся вместе идти по пути спасения. Вот как. То есть, и они говорят, в наше время жительство по совету, а не по послушанию, как это было в каком-то, когда-то, да, очень давно, в древнем мире. Нет уже этого. Вот как они предупреждают. Надо быть в высшей степени сейчас осторожным и не поддаваться молве. А нужно руководствоваться чем же? Слава Богу, промыслом Божиим сейчас можно всё-таки найти хорошие книги. Книги, которые действительно зидают. Вот тоже Игнатий Вринчанин и его творения. Это же сокровище, которое промыслом Божиим, вдруг, оказалось данным в XIX веке. В наше время Игумен Никон Воробьёв. Это же просто это буквально переложение всех, всего необходимого, о чём писал свидетель Игнатий уже для нашего, для нашего времени. Вот чем нужно руководствоваться и жить книгами. А если Бог даст найти какого-то, ну, друга или, по крайней мере, человека, с которым можно как-то советоваться, это уже он называет, Вринчанина уже называет редкое, редкое благо. Уже редкое. Есть некие критерии, какие первые критерии, что человек даёт советы не от себя, а от святых отцов. Делится не своим духовным опытом, а опытом святых отцов. это вот первый очень важный критерий. От святых отцов дают, а не от себя. От опыта святых отцов, а не своего. Это очень важный, кстати, показатель, если хотите, это буквально лакмусовая бумажка. Второе, второе, конечно, человек, который, ну, действительно, хоть немножко уже в духовном отношении продвинулся, он избегает всякой огласки. Он даже уклоняется, насколько это можно. Потому что... А почему? Потому что ему открывается, открывается, что насколько он безумен. Кстати, одна из характеристик действительно ума. Умный видит, что он безумен, глупый, верит себя умнейшим. Это вот тоже, это тоже такая довольно важная характеристика. И один такой я приведу достаточно частный, но очень важный, мне кажется, для нашего времени показатель. Если сейчас, в наше время, монашествующий человек так говорит и пишет о духовных вопросах, издаёт целые книги, если во всех этих его, допустим, проповедях, беседах, интервью, разговорах, книгах, вы не находите, вы не находите нигде даже упоминания имени святителя Игнатия Брянчанинова, знайте, этот человек в прелести. потому что не может этого быть. Не может почему? Потому что его имя Игнатия очень известно. Это во-первых. И ни один человек, вступивший на поприще монашество, не может не слышать о нём и не знать. Второе. И третье. Игнатий Брянчанинов не просто вот один из святителей, который писал о духовной жизни. Нет. Нет. Посмотрите, что о нём и сколько человек пишет и каких. Макарий Опчинский о нём великий ум. Это был бы второй Арсений на Руси. В Арсенофии Опчинский это прямо ангельский ум. Когда хоронили владыку Игнатия, ангелы пели дориносимо чинми. Никон Опчинский преподобный что пишет о нём? Говорит, его сочинение это азбука духовной жизни. В тюрьму, когда его арестовали, он просил тайком, но пронесли ему всё-таки пятый том Игнатия Брянчанину приношение современному монашеству. Игумня Арсения, которую, я надеюсь, скоро канонизирует, она говорила, я читаю его творение как творение древних святых отцов. Иоанн Валаамский пишет, это мудрый епископ. И более того, ну, потом скажу, Никон Воробьёв, игумен, говорит, нет лучшего руководителя для нашего времени, для человека, который действительно ищет путь спасения. Это творение епископа, тогда еще епископа, значит, не был канонизирован, Игнатия Брянчанинова. Иоанн Кристианкин говорит, читайте Игнатия Брянчанинова, читайте, он вас избавит от многих ошибок и так далее, прям призывает. Поэтому, я говорю, для нашего времени, если вот, например, какой-то человек известный, монашествующий, пишет о духовной жизни, и вдруг, вы видите, нет там святителя Игнатия нигде. Всё! Великолепная лакмусовая бумажка. Этот человек не понимает ничего в духовной жизни. Находится в той или иной прелести. Правда, если упоминают о нём, это не значит, что значит уже хорошее, это совсем не значит, но если не упоминают, это значит. Это такое, я бы сказал, очень-очень серьёзное замечание, которое может пригодиться многим. Ещё один момент. Если какой-то старец, будем говорить, что ли, или известный человек, проповедник, когда он пишет или говорит и очень часто ссылается на себя, на свой духовный опыт, ещё один показатель. Голубчик, увы, свой духовный опыт. Задача каждого проповедника христианского современного в чём состоит? Передавать, как эстафета, палочку хватает, передаёт дальше, передавать опыт святых отцов, а не вдруг остановил палочку и теперь я своё начинаю. Да избавит Бог. прям явный признак, уже явный признак заблуждения. Вот так вот. Видите, несколько есть показателей, по которым мы всё-таки можем в какой-то степени судить, по крайней мере, о том, где лже духовность, по крайней мере, это уже много значит. Ну, а духовности уж тут только, может быть, встречи, беседы, чтения. если нет этих признаков всех, то, может быть, это и духовный человек, хотя не обязательно, потому что можно этих всех признаков не иметь, но и ничего не давать, а быть пустым местом. Субтитры сделал DimaTorzok